Сирийские повстанцы взяли под контроль город Рака на севере страны. Мятежники снесли стоявший на центральной площади бронзовый памятник покойному экс-президенту и отцу нынешнего главы государства Хафезу Асаду. Ранее в июле противники действующего режима разрушили каменного двойника Асада-старшего в Алеппо. Возирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека подтвердил, под контролем повстанцев находится большая часть города с полумиллионным населением, являющегося административным центром одноименной провинции. Захват Раки – первый случай, когда под контроль повстанцев перешел практически весь город. До сих пор им удавалось достичь успеха лишь в отдельных кварталах в крупных населенных пунктах. Кроме того, исламисты контролируют обширные территории в сельской местности, в основном на севере страны. Наблюдатели отмечают, недостатка в оружии у повстанцев нет, а Запад готов усилить поддержку противников сирийского президента, несмотря на риски. «Нет никакой гарантии, что оружие не попадет не в те руки, но я хочу сказать, есть очень четкая тенденция и способность сирийской оппозиции встать на путь легитимации, и это позволяет усилить давление на Дамаск». Однако конфликт не ограничивается лишь в Сирии. Премьер-министр соседнего Ирака Нурри Аль-Малики заявил, победа противников Башара Асада создаст хаос во всем регионе. Сам приверженец шиитского направления в исламе иракский премьер также выразил опасения, что в случае установления в Сирии господства мусульман-суннитов, составляющих влиятельное меньшинство в его стране, Ираку грозит новая гражданская война. При Саддаме Хусейне в Ираке доминировали именно сунниты. После его свержения в результате американо-британской интервенции в 2003 году в стране разразилась настоящая междоусобная война. Столкновения и теракты, жертвами которых стали тысячи людей, завершились приходом к власти премьера шиита. Успех Нурри Аль-Малики был связан с жестким подавлением в стране всех незаконных вооруженных формирований, как суннитских, так и шиитских. Но сейчас его власти опять брошен вызов. Из-за отказа поддержать вмешательство западных стран в дела Сирии Аль-Малики потерял поддержку США. А внутри страны против него стало подниматься суннитское меньшинство, организовавшее протесты. Я объявляю о своем уходе из правительства, которое проливало кровь иракцев и покрывало убийц суннитов. Я не хочу быть частью этого правительства. Я представлял мой народ на последних выборах и отправился в Багдад с его разрешения. Сейчас заявляю, я отказываюсь быть частью правительства, которое больше не может представлять свой народ. Аналитики уверены, Сирия подает Ираку плохой пример. И мирное противостояние того и гляди, перейдет вооруженное. Связь между суннитами по обе стороны границы уже имеет место. Контрабандой переводится оружие, а сражающаяся против Асада группировка Джабад Аль-Мусра на самом деле сирийская ветвь иракской аль-Каиды. Так что возможность того, что насилие плавно перетечет из Сирии в Ирак, велика. Владимир Унанянц, РТВА.